Всем добрый вечер. Как обычно в 20.00 каждую пятницу одной и той же ссылки. Мы собираемся здесь на Wall Street Online. Вот я смотрю, мы остановимся на рынке. Новости, рейтинг трейдеров и в принципе отбираем важные уровни на следующую неделю. Ну самое главное, заканчивается июньский контракт. Нельзя сказать, что он прям уж сильно был феерический или же интересный. По большей части было много манипулятивных движений на многих рынках. Ну еще недельку, так точно, то и две. Ну неделю стабильно будет ликвидность еще на июньском. И уже даже на S&P потихоньку начали переходить на сентябрьский контракт. Уже там потихоньку торгуются порядка 100 тысяч. Вроде сегодня оборот был на американской сессии. Новости. Значит, на следующей неделе до четверга будет, в принципе, по каким-то важным отчетам, либо же заседаниям тихо и спокойно. То есть в четверг Джоблес Клеймс по штатам и в пятницу с наступающим всех День России. Великий праздник. И в принципе все. То есть неделя будет такая. Если нефть там сильно не удивит, то в принципе я думаю, что будут просто потихонечку выпрыгивать все долгосрочные участники рынка из основных фичей. И будет, скорее всего, раскачка, потому что флэт на выходе это не так уж часто можно встретить. Так. Но еще что нужно подчеркнуть, это когда на самом деле вот начнется такой импульс на многих рынках. Как раз как только начнется сентябрьский контракт, вот эта неделя, которая 15 июня, 16 июня и 17, как раз уже будет торговаться практически на 90%, я думаю, ликвидность будет на S&P уже на новом контракте. И как раз в среду у нас Фомка, причем Фомс Митинс и Форкест. Приз конференция плюс еще там они будут до поздней ночи заседать. Сделают какие-то удивления, либо же сюрпризы или нет. Ну, так как они принесли повышение процентной ставки, плюс еще МВФ просит, ну, рекомендует федералам резервной системы не панковать и не поднимать процентную ставку, потому что рановато еще экономика не стабилизировалась. Ну, начинается такое манипулирование средствами массовой информации. Вот. И в четверг потом еще Jobless Claims, ну и в 19 число экспирация, уже более официальная. Поэтому импульс как раз зайдут в среду. В среду поздно вечером, а в четверг, ну, либо поскидывают стопори еще раз и уйдут. То есть, если вы хотите стать позиционно хотя бы там недельки 2, 3, 4 в новом контракте, то не пропустите вот неделю 17-18 число июня. Это вот поставьте в смартфоны напоминание. Как раз на эти дни постарайтесь быть у терминала, у рынка и не пропустить важные движения. Вот такие вот новости. Отчеты на следующей неделе отчитывается Башнефть, ММК и Система. Также еще отчитывается Лукойл в среду на британской бирже, которая котируется. Значит, прогноз 0,65 был минус 1,26. Вот, ну, это прогноз, поэтому вот такие отчеты на следующей неделе. Ну, самая приятная часть – это рейтинг трейдеров. У нас, я напомню, что мы в прошлом контракте ввели такой небольшой мини-конкурс за первое место по CME. Плюс 3 месяца пакет Волфикс и второе место – 2 месяца, и третье место – 1 месяц. Не участвуют трейдеры, у которых нет ника или же там аватарки. То есть, ну, безымянные. Вот. Сегодня мы весь рейтинг по Фордс и ЦМ Янь подсчитывать не будем. Пускай за неделю еще может произойти все, что угодно. А сегодня мы просмотрим по некоторым инструментам точечно. То есть, некоторые индексы, некоторые валюты, как за контракт справились трейдеры и кто у нас чемпион. Ну, видно уже, Ганди, крутецкий. Две сделки, две сделки в плюс и первый в рейтинге по S&P. Пока, может, кто-то все-таки обойдет его. Еще круче, как по мне, вода, 30 сделок, 31 сделка, 29 в яблочко, второе место заслуженное, и весна. Ну, знаю этих ребят. В принципе, неудивительно. Порадовал 5D Trade, четвертое место. Серийность не очень, как бы, но умеет сопровождать позицию. Life is so short тоже все-таки попал в десяточку. Новый трейдер ZX 183. Надо будет посмотреть его сделочки. Давайте. Ice. Ну, мы взяли две биржи, которые, вот, более популярны среди трейдеров. Yamaha 72, серийность 50-50, и этого вполне хватило, чтобы на седьмом месте оказаться. Rurik. Тоже хороший серийность. Четко. 17 сделок, 11 в яблочко. Это хорошо. Atom 2, ну, это я знаю. Так, вот, трейдеры, у которых нет ника, мы их даже не будем упоминать. Pav. Здесь вообще чисто. Вот. На следующий Wall Street Online или, может быть, там, текстовом формате постараюсь отобрать такие самые уникальные трейды. Вот. Кто у нас еще? Вот новенький UE. Три сделки. Altim. Тоже неплохая серийность. Watakimbran. Тоже столько новых трейдеров. Север, это понятно. Это этот аккаунт. И Quincyte. Тоже новые все, все новые. Вот, студент BNW 063. Кстати, неплохая серийность, я вам скажу. Вита сразу за ним. Ой, отлично. Прямо не подкачали. Михалыч, дарк. Так, это S&P. Так, посмотрим RTS. Отдельно. Вот так вот. Первое место, Mr. X. Вот. Не сильно оторвался от Макса. и Valargo. То есть, у них там не особо сильный зазор между первым, вторым и третьим местом. Идут практически очень близко друг к другу процентах. И серийность у них тоже, в принципе, у всех неплохая. И у Макса, и у Valargo. В общем, заслуженно первые три места получают. И до конца недели, может, еще следующий. Поменяется обстановка. Ганди, опять же, на S&P, на RTS. Этот аккаунт на шестом. Четыре сделки. Flora. Представьте внимание, какая серийность. Не очень. 13 сделок в плюс. И 99 минус. Но восьмое место. Квазар в чистую вообще закончил. Смак. Смак тоже новенький. Но серийность неплохая. Очень неплохая. Abilent Pro. Аккуратненько пять сделок сделал. А, у него еще продажа висит. Само собой. Randrus. Так, там, наверное, очень много тысяч сделок. Мы не будем заглядывать даже. Alex16. И Двин. Тоже очень тенько. На Лариса у нас подтянулась. Да, очень много новых имен у председателя на 28 месте. Неплохо, неплохо. Так, теперь придется... Рубль пропустим пока. Так, на Еврике за этот контракт первое место занимает безымянный трейдер с одной сделкой. И второе место у Юры. Ну, в принципе, у него его проскакивают хорошие трейды. Сильно оторвался от Девиля. Комета четвертое место. Девиль тоже хорошая серийность. Тут как бы они вместе фактически идут. Пятое место у нас Сабина. Поздравляем. Она еще сразу быстренько забронировала ей шестое место. Вот. Это немного в рейтинге девушек, но эта девушка уже второй раз доказывает, что на рынке можно работать. А за ней сразу идет мешкомед. У них очень такой разрыв небольшой в процентах. Серийность у мешкомед неплохая. Отлично, отлично, неплохо. В принципе, контракт закрыли. Пират 98. Молодчага. Это неплохо. 50-50. Ну, закрыл неплохо контракт. Еще один счет Мишки. И Карлос. Олежка. Кембрант тоже на РТСе. Он отличился. И Пав тоже здесь вот. Видите, у него и здесь серийность не очень, но умеет держать позицию. Так. Председатель на 18-м месте. Две чистые сделки. Поздравляю. Виктор. Ну, очень много новых трейдеров. Старики, видно, ушли вообще в подполье. Ну, неплохо. То есть, рейтинг достаточно с хорошей серийностью, я бы так сказал. А вот на фунтике тут уже не очень. Во-первых, здесь всего 35 трейдеров счетов. А вышли в плюс 11. Ну, вот так вот на фунтике не получилось. Вот опять Пират 98 валютный. Такой Пиратиус 5D Trade тоже стабильно вышел. И с ним рядом Юра. Ну, из-за талантища, ну, не спрячешь. Так. Все же попытаемся все-таки включить. О, есть. Рубль. За этот контракт у нас А.В. Гуров. А, все-все-все, я понял. Здесь надо немножко пошире, да, вот так сделать. Все. А вот это, например, мы сдвинем. Оно не надо. Или вот эти столбики. Все, понял, понял, понял. Много цифр, они перекрывались. Я вот теперь заметил. А.В. Гуров. Были хорошие сделки. Мы не раз отмечали его позиции на прошлом. Молл-стрит онлайн. Двин. Знаем, знаем, знаем. Неплохо серийность. 55 из 86. Это зачетно. Если так держаться, в принципе, контракт будет закрываться в плюс. Ник. Ник. Гу. 182. Всего 5 сделок за весь контракт. И этого вполне хватило. Маркуша. 700 сделок. 500 в плюс. Ну, это. Скальпин. Касам. 50-50. Арюна. Тоже вот недавно присоединился в Серж. Танакариди не подкачал. Жук появился. Виталий 12.45. Жмурь. Никнеймы, конечно, есть. Так. Значит. Кто на ком инструменте еще торговал. Давайте посмотрим чуть-чуть нефть. Здесь, правда, новый контракт начался. И тут DroneGo, Дизель. Тут свои мастодонты. По нефтянке. Серийность, конечно, у всех крутая. Практически. На бренде. Сейчас посмотрим. Да. На бренде здесь просто вырвался вперед Юра. За ним Дизель. И все. Больше никто не вышел в лидеры. Ну, и давайте золото посмотрим. И начнем. Отбор уровней. Так. По золоту у нас чемпион. Пират 98. Хоть там экспирация по-другому идет. Ну, в принципе. Пускай будет за счет в этот контракт. За ним Life is so short. И M8. Ну, вот эти вот втроем они и сражались. В принципе, весь конд. Весь всю весну по золоту. То M8, то Life. Влада 48 место. M8 еще 7. Ну, неплохо. В принципе, идут те, кто с опытом уже стабильно работают. Это заметно. В общем, посмотрите в AutoFollow Desk. Зайдите, выставьте с 16 марта по текущий день. Посмотрите другие инструменты. При клике на трейдера откроется график с его сделками. Посмотрите, у кого какие крутые стратегии. У кого чистые точки входа, у кого немножко смазанные. Ну, в общем, для развития, для... Как говорится, пища для ума, в принципе, найдется еще посмотреть. Там есть достаточно такие четкие сделки. И серийность у некоторых трейдеров все лучше и лучше. Плюс еще студенты, в принципе, с этого профкурса и прошлого неплохо, в принципе, чувствуют себя. Не первые места, но и не последние. Так. S&P. Начнем с S&P, естественно. Ну, вот он, несчастный. Я, конечно, думал, будет пожестче боковик весной, но практически. То есть, с двух тысяч сорок там на 21-128 добрались до 130-й фактически. И опять же, такая волатильность. То есть, фактически где-то вот основную часть, вот ядро контракта, вот у нас была просто нестабильная динамика, смена. То на север, то на юг. И как раз под тему QE3 повышать процентную ставку, федеральная резервная система, в общем, свою работу сделала. Волатильность устроила, неоднозначность устроила. И под конец контракта объявила, что переносит рассмотрение процентной ставки уже на осень. Пока процентную ставку не повысят, печатный станок потихонечку делает свое дело. Я думаю, спекулянты на Уолл-стрит аккуратненько все-таки попробуют еще покупать какие-то инструменты. Но здесь нужно смотреть как раз, знаете, как фокусник показывает очередной фокус. Мы смотрим на одну руку, а все происходит на самом деле в другой руке. Поэтому здесь нужно мониторить те рынки и те направления, которые как раз в другой руке. И уже анализировать какое-то там состояние рынка. То есть не в чистую на S&P, а даже может не по акциям. Так, ядро контракта. Здесь просто уже железобетон 21.12. Можно выделить этот диапазон будет нам в помощь на сентябрьском контракте. Причем вот сейчас цена 20.94, на сентябрьском 20.86. Разница практически 8 с копейками баксов. На сентябрьском ниже торгуются. Не факт, что будет летом шорт. Я думаю, что они еще будут мучить те, кто хочет уже заширтить этот пузырь мыльный финансовый. И будут тащить, наверное, до самой осени, пока всех не выкинут вообще из игры. До последнего будут, я думаю, мучать. Что слишком очевидная уже ситуация. И на таком массовом шорте начнут вытягивать. Контрольный уровень сопротивления для нового контракта. Это 21.23.21.30. Тут заслужены 5 сессий. Стояли максимум. И даже дали выйти. Но, как обычно, на сильном импульсе. Я, если не забуду, постараюсь подготовить материал по COT-отчету на S&P, по крайней мере, хотя бы на S&P, на этот инструмент. Там будет видно, если Large Traders набирают позицию, то это отпечатается в отчетах. Мы будем видеть, набрали они уже шорты, либо же только начинают. Если только начинают, то как раз они летом и будут эти шорты набирать. Если уже набрали за весну, то могут немножко откорректироваться. Так, еще один уровень интересный. Он, в принципе, весь контракт был на виду. И рабочий такой. Это вот этот диапазон. Он еле-еле заметный. Но здесь и 4 сессии на импульс на северах создали. Потом защитили тоже на высокой ликвидности. И несколько раз тестировали, возвращались. Ну, в общем, диапазон обязательно отметить. И думаю, мы еще в новом контракте с ним повидаемся. Значит, 2053. Здесь поднимали юнитский контракт. Тут прям первую часть контракта 2048-2053. Видите, два массива и потом сразу импульс. Ну, и дозагрузка на 2060. То есть, это поддержка номер один. Это у нас ядро. Майн диапазон. То есть, ну, как распределительный такой ценой диапазон для определения, насколько сильны покупатели. То есть, если не смогут вытолкнуть особо в сентябрьском контракте за 2092-2112, то слабость есть. А если будут держать на новом контракте выше этого диапазона, то, скорее всего, до осени будут. Либо боковичок будет. Если, вот, кто помнит, 2008 год, когда целое лето S&P висел на максимуме очень плотно, очень, ну, там, практически волатильность отсутствовала. 5 долларов за сессию проходил за день. Это вообще, как бы, чудо было. Если 5 долларов взял за день, то есть, на американской сессии, то это круто. И там прям такая туча висела. И потом, когда окрухнуло все осенью. Вот. То есть, вполне может быть такой сценарий. То есть, еще немного поднимут выше юнического контракта и зависнут. Прямо вот под потолок будет висеть. И потом аккуратненько выйдут в сентябре, в октябре. Здесь у нас ликвидность уже такая, как бы, вот, в районе 1.200.000, 1.300.000.000, не сверх низкая. Да, особенно вот 2 недели идут так достаточно активно. Удерживать волатильность им нужна ликвидность, чтобы туда-обратно таскать китровку. И, в принципе, по общей ликвидности это отражается. На открытом интересе, странно, но активность, ну, еще нет такой глобальной фиксации. Буквально вот в прошлой сессии что-то так закрывали. Но вот почему-то сегодня начали еще заходить. В общем, перед выходными, странно. Возможно, будут удерживать этот равноудаленный канал. Вполне может быть. Ну, новый контракт уже этот, в принципе, не рентабельно использовать, как площадку для спекуляций, особенно долгосрочных. На дельте у нас вот такая вот картина. Сейчас я отключу склейку контрактов, чтобы не было погрешностей. И по агрессору с CME приходят данные вот такого формата. То есть, с 29-го числа, даже 28-го стабильно идет дельта на селере. То есть, ну, оно и… Ну, это по Тикдирект. Выходят, фиксируют байеры. Те, кто отстоялись с самого минимума, либо там с ядра. Ядра, но выходят. То есть, покупки фиксируют. И плюс еще идет нисходящая динамика. На удивление, какая-то дельта не слишком аномальная. То есть, тут получается такая точка, что фиксация байеров добавляет немало ликвидности на шорт. И плюс еще рисковые трейдеры, которые на шорт заходят. То есть, двойное давление ликвидности на шорт, а дельта такая на себе. Как бы видели и побольше. Поэтому там, возможно, даже кто-то что-то и подбирает. Но диапазон мы отметили. Как раз они у нижней границы ядра. Тут уже создавали импульс на бай. И перед этим защищали 2072-2079. И вот как раз вчера ликвидность была неплохая. И дельта вся на сервере пока. Ну, тут мой единственный совет последние две недели перед экспирацией делать себе отпуск и не торговать. Потому что это уже рынок не сверхсистемный. То есть, он на фиксацию в основном направлен. И там ничего такого стабильного. Стабильные тенденции как раз создают крупные игроки, которые заходят и какой-то целью размещают кэш. А здесь перед экспирацией на длительное формирование тенденции, наверное, будет неправильно. Так, это у нас текущая неделя. Три сессии. Просто жуть. Я для себя открыл новые модели внутри сессии на раскачку. То есть, тут прям уже открытия просто идут. Как они... Уже у них фантазия закончилась с этими моделями. Ну вот, особенно вторник просто меня удивил. И понедельник прям... Ну, неожиданно такие вот маневры на котировке. Ну, это еще раз подтверждает, что в конце контракта не торгуем. Так, ядро здесь 21.07.5. 21.15 ядро недели. Более плотно я бы взял 21.10. Как раз вот этот диапазон. Потому что здесь очень сильно отпечаталось закрытие. И плюс еще защита целлеров. И второе такое... Второго уровня ядро. Это 4 плюс пятница. 20.92. 20.97. Так, аккуратненько мы выделим сейчас нейтральным цветом. Потому что тут еще нельзя сказать, что это на покупку. Под закрытие много ликвидности было вчера. И сегодня на самом минимуме набросали... Сейчас забыл. Да, 165 тысяч контрактов за 15 минут. Кстати, кто не заметил, добавили возможность наложения второго профиля. То есть, на 15-минутный интервал... Вот сейчас я добавил профиль on-day. То есть, мы видим сам этот профиль дня. Плюс еще на 15-минутном профиле. И весь профиль еще и за неделю. То есть, три экрана у нас профильных. Прям не отвлекаясь. Ну, это освободит монитор один, как минимум, от дополнительных профилей за день. Вот. То есть, можно сразу накладывать... Советую в настройках выставить прозрачность побольше, чтобы его еле-еле было видно. Потому что профиль за день вам, в принципе, особо так часто и не нужно смотреть. Вот. У меня 85 стоит. То есть, можно поставить, конечно, и 12. Тогда они будут вот такого формата. Здесь более важно смотреть 15-минутный интервал. А эти профиля мы посматриваем, чтобы не забыть, какие там важные уровни за сессию. Так. Ну, здесь я даже не буду проецировать никаких сценариев. Здесь абсолютно не нужно торговать. На следующей неделе будет, я думаю, такая же самая ерунда, как и на этой. Давайте лучше посмотрим, какие у нас дельты на S&P на новом контракте. А на новом контракте, как видите, дельта на агрессоре, на байере. Вот у нас хоть 600-900 контрактов в новом контракте, но покупают люди, видите. Нет, классик профайл убирать не будем. Он останется как знак уважения Студлмайеру и Далтону. Вот. И его убирать не буду пока. Так что, сегодня мы будем заглядывать на сентябрьский контракт, смотреть, что там происходит. Если вдруг забуду посмотреть, вы напомните в чате хорошо. Ну, в общем, видите, в принципе, понятно, почему дельта такая слабенькая на старом контракте на продажу. С учетом, что на максимуме там напали очень сильно. Вот. На новом контракте есть подтверждение, потому что там действительно заходят уже покупая. Ну, это еще не крупные объемы для S&P, это еще капля в море, но направление вы увидели. 36, ну, так это грубо будет, 36.10 по 36.65. Аккуратненько так диапазончик на FSX выделим. Это дидро контракта этой весны. И тоже ликвидность на этой неделе неплохая. То есть, скорее всего, там подбирают по чуть-чуть. Я вроде видел, начали уже сплетни пускать, что WallStreetJournal о том, что Drago не будет повышать процентные ставки. И дальше будет программа на спасение Европы. Ну, они там сейчас перекрестные начнут такие вот манипуляции устраивать. Но на минимуме контракта, в общем, офисы закрываются. В итоге, примерно здесь у нас было открытие и де-факто небольшое снижение. Самая топовая сессия вот отличилась. Она как раз ликвидностью разместилась в районе 36.10. Минимум контракта. Сейчас посмотрим, что происходит на дельте на новом контракте FSX. FSX попозже переходит. То есть, S&P более смелее. Он начинает чуть ли не в 11 числа уже переходить на новый контракт. FSX европейцы, они пунктуальны и идут прямо до экспирации фактически. Поэтому тут, наверное, до 17-го числа еще не перейдут. Ну, в принципе, когда как. В общем, июньский контракт FSX. Вот такая вот. Ну, видно, да. Нулевая дельта – это раскачка, волатильность выбивает. Из колеи трейдеров. Тут вот нашортили чуть-чуть. А на новом контракте у нас вот так вот. Видите, дельта здесь небольшая. Хотя нет, нет, нет. Смотрите. Из шести тысяч контрактов оборон за сессию. Три дельта тока. Да. Так что первые вот эти объемы, я не раз уже говорил, что эти сделки в начале контракта, они очень импульсные. И даже рассчитывая на то, что все переходят с одного места в другое, то есть с одного контракта на другой, если все станут, все будут нацелены покупать или продавать, то это долго удерживает тенденцию. И можно недельки две-три простоять в позиции. И это неплохой улов. Так, где там DAX? Ну, на DAX, в принципе, идентичная картина. Пару шертов и потом туда-обратно. На сентябрьском тоже не особо. Ну, здесь и не удивляюсь, потому что в конце контракта это не системность. Так, РТС. Ну, здесь как начали с 18-го числа. И благодаря нефтянке она тоже чуть-чуть корректируется. И сейчас опять начали манипулировать новостями про эту нефть. Ну, в общем, пока вот все-таки ориентируется на стоимость черного золота. И, как видите, идут вот с этой точки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцатая сессия расширяет цену ниже предыдущей. И еще и под линеечку как бы тут прям ликвидность начала расти. Не на минимуме, а вот как раз вот 92-я, 91-я с половиной. Я выделю диапазон, вот этот 86. Тут, в принципе, была такая вторая загрузка на север. Сейчас более точно возьму. 84.500 по 86.500. Вот эти вот сессии, они как раз создали этот дисбаланс на покупке. А можно как-то, ну, четче вопрос. Я так и не понял, что вы хотели спросить. Какой профиль, что вы поюзали? Таймфрейм 2. Ну, вот TF1 вы выставляете там, например, 15 минут. А в таймфрейм 2 берете там, интервал 1-day. Классер профайл. У вас нет TF2? Ну, обновите программу. Возможно, у вас старая версия. Так, собственно, еще раз и еще раз и неоднократно уже это подтверждалось, что толкать рынок без топлива проблематично. И как раз там, где нужно было поднадавить, ликвидности не хватало. Что, в принципе, мы неоднократно разобрались. Подчеркиваю это, что ликвидности толкать нету немного. То есть, надо какие-то вливания. И только вот тут, возможно, почувствовали себя более уверенно участники. Значит, выделим ядро. Давайте я лучше возьму 100 сжатия. И ровно цифры будут, цены. И быстро. Так. Ну, в общем, 100 500 и 98 600. Нельзя прям назвать это самым главным диапазоном. Я бы еще захватил диапазончик 102 200 по 105 300. Вот здесь как раз и была вся битва. Потому что здесь загрузку как бросили. Тут просто самый-самый ликвид был за этот контракт. Вот на этом массиве в районе 98-99 сотки. Сотку поддержали на север, толкнули котировочку. Вот ликвидностью здесь помогли. Дальше потом шли по инерции с расчетом, что нефть еще будет дорожать. Потом еще на продажах здесь подкинули в тотал. Поэтому я бы больше выделил этот диапазон. Здесь плотненько-плотненько простояли. Но это тоже немаловажно. Поэтому 98 600 100 400 тоже второго уровня, но значимый. В принципе, если РТС не сможет в ближайшее время даже за сотку вывалить цену, то будет беда. Ну, посмотрим. 11 сессий на таком свободном падении. Это, конечно, сейчас многих, наверное, заставляет все-таки пробовать покупать. Но пока единственный критерий, который, в принципе, намекает на возможное возобновление – это только появление ликвидности. Но и то перед экспирацией это не особо пока необходимо. Вот еще потолок. Тут три раза на хорошем объеме встретили. Возьмите себе на заметку. И если здесь сформируют все-таки поддержку, это вполне может быть, то у нас вот появится второй уровень саппорта. 90 по 92 300. Аль-200, потому что первая у нас – это вторая загрузка на покупку. Тут было в начале контракта. Это была вторая. Там уже мелкие были броски. И вот третья, самая крупная, 98 600, 100 500. В принципе, вот этот диапазон и 102 200, 105 300 – это приоритетные уровни. Поэтому, если РТС не в силах будет в новом контракте даже уйти выше 105, то не так уж и позитивно смотрят крупные инвесторы. Так, 700 оборот. Это хорошо. Давайте посмотрим, какая ликвидность уже на сентябрьском. Да, вот видите, уже вчера 20 тонн контрактов, сегодня 14, но уже начали переходить. Поэтому вы тоже там не заздевайтесь. Уже, в принципе, с понедельника аккуратненько пробуйте на новом. Значит, вы заметили, по S&P и по РТС вот сегодня начали открывать позиции. Много позиций. Ну, как много. Активировались. Возможно, это из-за данных по нефти. Но уровень открытого интереса просто слабый. По сравнению даже с этим контрактом, это Unreal просто. Классер чарт на РТС и Дельту. Сейчас посмотрим юнский контракт. Если вы планируете среднесрочно-долгосрочно, то на старом контракте просто нелогично сейчас такие позиции открывать. Ну, правильно? Если у вас на следующей неделе надо закрывать из-за экспирации позицию. А на новом контракте уже цена будет совсем другая. Итак, первый, ну, даже не первый на этой неделе, но вот попытка была второго числа. Плотно, очень плотно. Скорее всего, вмешались на самой верхней инстанции, потому что ликвидность идет практически ровная. Чуть ли не под линейку. А Дельта сегодня вот на Байере. Ну, и в принципе, хорошо. Тут селлеры фиксируют свои продажи перед выходными. Но, как видите, она фактически у нуля. Да, то есть, не так уж и много Байеров. Но открываются новые сделки. Поэтому вот этот уровень, где был активен Байер, стоит выделить 92-й, если будет уверенно держаться выше этого диапазона. А вообще, не надо. Не надо торговать последнюю неделю. Там ничего хорошего нет. Давайте лучше посмотрим сентябрьский контракт. А здесь шортят. Уже на 3000 контрактов и на 1300 на сентябрьском контракте зашортили. Вот диапазон этих всех селлеров. 3,8-ки, 2,0-я, 94,0-0. И по 3,8-ки... Где он тут? Вот. Вот диапазон активности на новом контракте. Две сессии и обе на минимуме после 11 дней падения вот здесь еще шортят. Поэтому аккуратненько с РТСом на следующей неделе больно уж подозрительно. Ну, спекулятивные уровни тут... Ну, первое, это 93-ю все-таки селлеры отстояли. 92-й, 593. Это первый уровень, который нужно проверить на следующей неделе. Потом... Крупничок еще зашел в районе 93-700, 94-300. Еще и защитили вчера. И... Два дня заходили вот здесь у нас. 97-750 и по 96-650. Вот здесь еще один уровень сопротивления. Значит, 91-660 на... На июньском контракте, а на сентябрьском у нас 88-900. Ну, нет, я не согласен. Тут лучше не торговать последнюю неделю. Лучше подбить бухгалтерию. Разобраться, поработать над своими... Над историей, над своими сделками. Ну, там, если надо улучшить рабочее место. Вот. Ну, но не спекулировать. Ну, в зависимости, конечно, от масштабности сделки. Если это скальпинг, то... Скальпинг, в принципе, там не пострадает. Алгоритмы там как пахали, так и будут пахать. А вот... Крепкие тенденции, это, в принципе, уже нежелательно. Рубль. Коваренько начало с 26-го числа к 60-му двигаться. Мы сейчас выделим этот уровень сопротивления. 58, 150, 60. И... Ну, он, в принципе, тут с двух массивов состоит. Но мы берем его как один. Значит, 58, 150, 60, 3 нуля. И здесь... Никому даже не сказали. Вот, 5 сессий затаривались перед выстрелом. Еще один уровень. Тут, можно сказать, две недели это делали. А, вот этот уровень. 49, 650, 50, 800. Это понятно. А вот это дозагрузка. 52, 600, 53, 800. Причем ликвидность, как видите, зашкаливает. Наверное, пиковая. Здесь оборот был 4, 569. А здесь... Ой, да это, наверное, столько-же. Идентично, фактически. Там чуть-чуть больше. Один уровень проверки. Ну, там уже в этом контракте. Загрузка со старта была уже сентябрьская. Сейчас посмотрим. И спот. 58,728 на сентябрьском. И на июньском я забыл. 56. Ну, еще выше. Ну, тут уже, как видите, работали и 15.04 на новом контракте. 230 тонн оборот вчера, сегодня 170 на сентябрьском. Вот так вот. И спот еще нам нужно... Сейчас мы спот посмотрим на рубли. Затем двинемся к дельте. Ну, тут как раз они вот пришли в этот уровень, который нужно отстоять селлером, как крепость. Тут они так растянуто загрузились. И до загрузка была снова на 57. В общем, будем следить, смогут ли удержать крепости, али нет. 57,58 на споте как раз вот добрались до первой важной цене. До загрузка тоже. Вот тут 52,25, 53,50. И тут прям плита 50,49 можете взять и выделить обязательно. Интересно теперь, что там по дельте. Так, ну вот, как видите, тут уже под утихла активность. Они уже, в принципе, загрузились тут и тут. Вот, но сегодня на стороне байера. Сейчас на рубли посмотрим. Ну, 170 тысяч дельта 3 числа была. Ух ты! Да. В общем, она не успокаивалась с 19.05, можно сказать. Значит, поддержка здесь может быть сильной, если не будет на то каких-то других причин. 52,50, 500, 54,00. Угрожать. Я не знаю. Дождитесь экспирации на новом контракте, там 17-го, 18-го числа, как раз все будет понятно. 15-го числа. А до этого времени тут будет происходить, я думаю, бог знает что. Это, с одной стороны, и минус, потому что на стаках об этом вообще не думают. Только о квартальных отчетах. Вот, но, с другой стороны, есть свои плюсы. На рубле пик активности, пик. Тут никто даже не думает фиксировать позиции, переходить на новый контракт. А на новом тоже, кстати, набирают обороты. Ну, все, наверное, от нефти будет зависеть, как отпустят нефть. Так, давайте захватим валютные фьючерсы. Еще еврик. Так, на еврике три сессии подряд просто вот. Вот, анрил какой-то. Три сессии резкого движения на бай, и они на хорошей ликвидности. То есть, вот этот вот весь движ подгрузили хорошеньким объемом. Значит, 1-1. Ну, среднесрочная, либо даже позиционная, все ждут все-таки на единичке эту пару. Я думаю, что вот эта загрузка, которая и тут прошла, и здесь, вот, может быть даже на вынос стопов. Поэтому, если в новом контракте уверенно начнут эту массивность давить, то мы увидим его еще и ниже 1.0575. Тут поддержка у нас два раза была. Видно, Меркель или Драга вмешались. Ну, в общем, еще и здесь подгрузили неплохо. Ну, когда ГО уменьшают, это, в принципе, не так уж и хорошо. Будут больше мелких участников, и будет больше просто котировку носить непредсказуемо и фантастически на снятие стопов. То есть, рынок становится, чем меньше ГО, тем больше манипуляций. Поэтому работать на таком рынке все сложнее и сложнее будет. Поэтому ничего здесь хорошего нет. Значит, 0.875.1.1. И вот сейчас интересная ситуация. Посмотрим, как относительно этого уровня будет 109-114 работать на следующей неделе. Но, очень-очень похоже на то, что они так аккуратненько всех скинули. На еврике дельта на самом деле вот такая вот. Вот они толкнули его. И, в принципе, ну, неплохо-неплохо поддерживают как раз этот импульс. Посмотрим. Видите, сессия вроде падает, а дельта плюсовая. То есть, покупают. Снижение по фьючерсу идет на агрессивных байерах. Тут уже третья такая активность на сентябре у нас. Второе 06 у нас тоже уже на штуку контрактов затарили. Сегодня чуть-чуть скинули. Но вот 1.1, в принципе, тут тоже, видите, в центре внимания. На еврике выскочили практически уже все в этом контракте. То есть, вот эти маневры они устроили как раз повыбрасывать всех. Вполне может быть. Видите, фактически все. Тут осталось. Ну, не полностью, но очень активно выходят. И очень активно, очень активно это все размещается уже на сентябре. Уже на сентябре работают на еврике. Поэтому берите пример. Так, еще фунтик. Ну, там 52, 50, 50, 51, 52, 50. Вот у нас диапазончик контрольный будут удерживать. Еще посмотрим. Уйдут ниже 51. Я думаю, что среднесрочные или даже позиционные покупки будут проблематичными. Это раз сопротивление, сопротивление два. Ну, вот это второй, который сейчас отмечают три пятерки. Это три сессии всего лишь было. Но второго класса ядро 49, 50. Это за весь контракт 47, 80. Это ядро контракта на фунте. То есть, это как раз экватор. Если будут удерживать фунт выше 49, 50, 47, 80. Еще могут байеры что-то там нам показать. В противном случае, если будут ниже ядра, то покупки очень-очень аккуратно смотреть. И вот два раза почему-то 46, 20, 46, 80. Поддерживали, возьмите себе на заметочку. Так, и я думаю, здесь больше времени нам нужно было уделить как раз нефти. Это мы сделаем на следующий Wall Street Online. Разберем Газпром более детально, Сбербанк, нефть. Вот как раз эти вещи нужно будет хорошенько. Те, кто на Ортесе торгует, это будет полезно. 64,5-66,5 на бренде тут в новом контракте ядро. И на сессии, которая вот не топовая, а очень приближенно к топовой, 28 числа. Развернули, это сейчас второй. Здесь идет, ну вот, полторы сессии борьба. Да, в общем, решающая такая схватка. Но то, что сессия после такого падения, раз, два, три, четыре сессии, у нас на снижение, три сессии на падении, и еще и висит на 62-ой, то вполне могут и еще ниже сходить. В общем, следите за этим массивом. Смогут удержать байеры, тогда и Ортесик развернется, и рубль. Вот, сейчас на лайт посмотрим. Так, ну, здесь картина еще хуже. Там хоть есть какая-то доля. Здесь уже просто плита прям на максимуме тут была. 60 и 20, 60 и 30. И осталось вот 58 с копейками, 56 с копейками это пробить. 56, 80, 57, 20. Вот у нас последний уровень поддержки. 2, 3, 4 сессия. Ну, как бы корректируется в 58-ую, ну, аккуратненько. То есть, еще пока позитива тут немного. DX, давайте DX. Ух ты, да. Уже, видите, активировались очень сильно на этой неделе. На DX 96, 96 по 97, 53. Тут прям массив очень мощный. И, я думаю, вы тоже заметили, очень как-то 95-ую поддерживают, вот, видите, массивность прям на массивности. То есть, коридор весь этот проторговали вот на профиле. Сейчас захватим 94, 89 по 95, 67. Вот эти уровни. Самые свежие, конечно, 95, 30, 95, 67. Вот эти вот два. Но с 93-ой рванули так на 97, что ой-ой-ой. Так что, если здесь на 95-ую не будут больше даже пробовать атаковать, то вполне могут и на 96, 96, 97, 53 попробовать сходить. Ну, в общем, это поддержка, район 95, 28, 95, 67 и этот уровень сопротивления. Как-то они очень быстро в одну сессию развернули этот индекс. Видите, тут вроде падают очень быстро. И прям два ядра двух сессий. Сброс листопори. Ну, наверное, будут атаковать 97,5. Так что, внимательнее за этим массивом. И золото напоследок. Вполне вот большая долгосрочка, вот если так подумать. Получаются вот эти все крупные рыбешки, когда начнется уже фактически вопрос на шорт, когда будем идти по S&P, начнут выводить из акции очень большой кэш. Вот. И получается, индекс падает, а акции падают. Куда вкладывать этот весь кэш? Начнут покупать им золото, серебро. Поэтому его могут сейчас толкать очень сильно вниз. Ну, так, я это предположение. Это даже не анализ. Чтобы потом как раз по дешевке его на этот весь кэш закупить. 11,86, 11,94 и 1200. Там уже такой точка поставлена. Я бы так и сделал, если бы я был правителем золота, загнал бы прям по дешевочке, а потом бы на эти все заработанные на мыльном пузыре акции затарились бы по дешевке. И все бы золото мира скупили. Ну, в общем, контракт только начался. Самая ликвидная сессия как раз пришлась на первое число. Вот. Паттерны. И с тех пор они падают в третью сессию. Поэтому не уйдут выше вот этого массива по золоту, возможно, нисходящая динамика. Я думаю, что еще могут и до 900 догнать. Ну, это так, предположение. Ну, план, в принципе, неплохой. Все золото мира по дешевке скупить с раздутых на печатном станке денег. Так, встретимся в следующую пятницу. Новослит онлайн. Тоже будет очень много чего. Сбербанк, Газпром, детальный нефть. Рассмотрим, как размещаются на новых контрактах. Какие уже модели есть. Ну, в общем, подобьем итоги рейтинга уже существенно под семьей EFORTS. Озвучим победителя. И, в принципе, уже лето за бортом. Поэтому недельку вы можете себе выделить, не торговать, куда-нибудь съездить, отдохнуть, расслабиться. Потому что лето будет, я думаю, тоже такое тревожное. Спасибо, что пришли до следующей пятницы. Те, кто не успел, записи на канале YouTube, либо на сайте Wolfix, либо на Facebook. Да, кстати, рассылку там сделали. И все вот эти вебинары, которые были на этой неделе открытые, там вы найдете ссылочки на их запись. Вот, кто не смог прийти, либо не успел. Поэтому проверьте там спам и входящие. Все, всем хороших выходных. Отдыхайте до следующей пятницы. До свидания, пока.